Приветствую вас. Я бы обратил ваше внимание для начала на то, как вы воспринимаете своего мужа. Да? Он хороший, не пьет, не бьет, обеспечивает, поддерживает. Есть ощущение, что для вас этого, вообще говоря, достаточно. То есть это вот такой идеал мужа. Вот. Ну, если честно, это, конечно, не самый плохой вариант, который может быть. Но и есть ощущение, что как-то явно недостаточно. В том смысле, что вы могли бы, вы могли бы, вы могли бы. Какие-то более высокие требования предъявлять. Даже не высокие, а просто другие требования к мужу. Потому что не бьет, ну, а что когда-то бил, не важно. Понятно, кто-то другой, да? Какой-то, ну, кто-то другой. Но, что бил, и если он не бьет, это достоинство, то есть странное достоинство на самом деле. Не пьет, опять же, а что должен? Пить или что? То есть странное достоинство, да? Вот, обеспечивает, ну, тоже достоинство сомнительное. В том смысле, что, с одной стороны, мужчина, он должен обеспечивать свою женщину. С другой стороны, женщина сама может, в принципе, как-то вот обеспечить себя, да? Она сама может это сделать. И, в общем-то, обеспечение, это, ну, если плюс, если достоинство, то весьма такое посредственное, я бы сказал, опять же. Поддерживать, да? Опять же, в чём, в чём поддерживать? То есть вот, в чём конкретно, в чём конкретно поддержка, как бы. То есть поддержка в том, вот в чём вам тяжело, например. Хорошо. А в чём вам тяжело? Почему вам тяжело? Если тяжело. Тут, как бы, вот тоже не совсем понятен этот момент, да? И, в целом, вот эта позиция ваша, что вы, по факту, в общем, такие вот вещи в своём муже, в принципе, вполне обычные, воспринимаете за достоинство. Они говорят о том, что вы подбирали своих мужей по каким-то критериям. И я могу предположить, что был некий неудачный опыт у вас. Неудачный опыт. И, ну, именно вот отношений, какой-то вот неудачный опыт у вас был. Вот. И мне кажется, мне кажется, что имеет вот смысл поработать в этом направлении, да? Надо смотреть, если у вас вот был опыт какой-то, да, негативный опыт, если у вас был, то нужно преследовать этот момент. Вот. Нужно, ну, преследовать момент, какой у вас был опыт, почему у вас вот такой был опыт, что послужило причиной именно такого опыта. Да, да. Вот. И, соответственно, я думаю, что, в принципе, это уже тогда будет, ну, более реально, что ли. В целом, в целом, позиция вашего мужа, она выглядит так, что вы в некоторой степени здесь выступаете как жертва. Вот. Понимаете? И вот этот момент, то, что вы здесь выступаете как жертва, он мне кажется очень важным. Ну, очень важно, вот, то, что он выглядит как жертва. Вы, ну, выглядите, выглядите, вы выглядите жертвой. Вот. И вас это дискредитирует, к сожалению. И, возможно, именно поэтому вы так себя чувствуете, возможно, вы именно поэтому так к себе относитесь. Возможно, и, возможно, именно поэтому. Ну, тут, как бы, в таком случае ничего удивительного нет. В том, что вы давите на жалость, а он никогда в первый мириться не идет. Вот. Такая вот история. Дальше идем. Так, значит, не примет. Так. Но при скандале никогда не подойдет не примет, что не прав. А, смотрите. Какая штука. А, значит, во-первых, что значит при скандале, да? То есть, ну, давайте вот честно. Давайте честно. А, из-за чего скандал вообще? То есть, из-за чего возникает скандал? У вас. Вообще. То есть, эм, скандал это, в общем и целом, эм, такая психологическая игра. Вот. Эм, эм, в которую играют люди. Вот. Потому что избегают, эм, близости. Вот. Потому что избегают, эм, близости. И вопрос, эм, заключается именно, эм, эм, в том, да? Вот. Какую роль вы, эм, эм, какой вклад вы, эм, эм, в том, да? А, вносит ее в, эм, вот, в скандал, да? И, эм, почему, почему вы, э, запускаете скандал, из-за чего скандал? Дальше. Он будет молчать. А он молчит, потому что вы так вот, эм, сразу, эм, значит, вот, свои отношения, эм, поставили, вы поставили, так, эм, себя. Вот. И, эм, вопрос, опять же, заключается в том, почему вы поставили себя, почему вы себя поставили так. Понимаете? Понимаете? Это, вот, мне кажется, очень, очень важный момент. А, вот. Это важно. А, дальше, я рекомендовал бы почитать про анальный тип личности. Вот. Это то, как ведет себя ваш мужчина. Вот, это, собственно, ну, то, что, то, что он делает. Вот. Это то, как он, как он себя ведет. Вот. И почему. Вот. А, дальше. Дальше идем. Эм. Так. Эм. Будет молчать допечатление, пока я не помируюсь сама. Ну, тут вопрос возникает в том, эм, почему вы пытаетесь помириться сами. Эм. 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 Нужно. Эм. Эм. Поисследовать. Нужно поисследовать. Эм. Почему ЛАС. Э, 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 Югнорирования , эм, Э... Эм. 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 Я думаю, что если мы это поисследуем, то, в общем-то, довольно быстро придем к определенным причинам, да, к определенным причинам, почему вас это радует. Причин, причин, в принципе, может быть много, почему вас это радует, но тем не менее, это может быть какая-то и не самостоятельность, это может быть какие-то страхи, это может быть неуверенность в себе, комплексы, это может быть страх перед повторением прошлого опыта и так далее. То есть вариантов на самом деле просто масса, но все эти варианты, их нужно исследовать, эти варианты нужно прорабатывать. Так, потом мы меримся и к чему вы приходите через примирение? То есть я верю, я верю в то, что вы меритесь, но вопрос заключается в том, к чему вы приходите через примирение. То есть ну вот вы помирились и что дальше? Что дальше? То есть вот вы помирились и что дальше? Как вы дальше себя договариваетесь ли вы о чем-то? Приходите ли вы к чему-то или не приходите ни к чему? Вот. То есть это то, что нужно опять же поисследовать. Иначе толку от таких примирений нет и быть не может, в принципе. Так, он говорит, что любит и снова все хорошо и спокойно. Ну, знаете, если бы все было хорошо и спокойно, то не было бы конфликтов. Скандалы я начинаю давить на жалость и психовать. Из-за чего? Почему вы давите на жалость? А он доходит до того, что я начинаю жентажировать, рассказывать, какая я несчастная, давить на жалость и быть сплошным минусом. Отношает ли это, что вы подавляете в семье какие-то вот чувства? Отношает ли вы это, что вы в отношениях со своим мужем занимаете все-таки по всей позиции жертвы? То есть, что вы много делаете в отношениях с таком, что вам не нравится, с таком, что вас в той или иной степени не устраивает, и с таком, что, ну, просто вот как-то делает тяжелой ваша жизнь. Так, дальше. Сейчас я ехал в другую страну, я приеду ему в конце месяца, но при последнем скандале он трое суток просто молчит. Не очень понятно, сейчас это молча, он молчан или нет, если он в другой стране как бы подсорит, по переписке что ли, из-за чего в таком случае. Я обычно пишу и умерюсь, но тут стало противно, это обычно моего поведения, как мне себя вести, чтобы что? Я хочу сохранить семью и не влияться больше. Значит, разобраться со всеми моментами, которые я озвучил, это первое. Второе. Для чего вы хотите сохранить семью? Вот. Почему вы хотите сохранить именно семью, а не разобраться, что происходит между вами, как между личностями двумя? Да, да, семья получается дороже человека в данном случае. Вот. А чтобы не унижаться, необходимо работать с самооценкой, и личностным родом заняться, и прививать любовь к себе. Вот. Ну и в целом после этого мужчине вашему, конечно, не все вещи будут нравиться, которые вы будете делать, но ему ничего не оценят, кроме как принять их. Вот. Вообще, я бы обратил внимание на то, что вас объединяет с мужчиной, да, и у вас общие интересы, и, соответственно, почему вы вместе. Ну, то есть, я хочу сказать, что вы действуете к нему, потому что идея сохранить семью, это как бы не то, что направлено непосредственно на человека. Да. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, и удачи. Удачи вам. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...